В былые времена совхоз снабжал свежими овощами не только Карелии, но и Мурманскую область. За 27 лет ассортимент здешних теплиц мало изменился. Все те же огурцы, томаты, перец, зелень, лук. Изменились разве что условия жизни, рынок сбыта и посевные площади. Условия жизни, конечно же, ухудшились, рынок сбыта сократился, площади тоже. Перевод совхоза на природный газ, конечно, дал предприятию ряд преимуществ. Если в прошлом году продажа свежих овощей начиналась в конце марта, то теперь первые огурцы появятся на рынках уже в феврале и будут продаваться вплоть до конца декабря. Что же касается трудностей, то они здесь теплично-парниковые, с эффектом сокращения производства, при котором большие площади не засеваются вообще. Нет стекла, которая, сохраняя комбинат прошлые годы, пришлось растеклять. И застеклили мы только из растекленных трех два гектара застеклили. Один гектар у нас остался незастекленным. За все эти годы, разумеется, не обошлось и без сокращения рабочего персонала. В полной мере чувствуют свою профпригодность и жизненную стабильность, пожалуй, только местные кошки. Так как в период сева грызуны поедают семена, то наличие четвероногой охраны как нельзя более кстати. Что же касается организаций и простых граждан, то здешних овощей они ждут с нетерпением по вполне ясным причинам. Транспортные расходы невелики. Продукты выдерживают все экологические испытания, а цены весьма доступны. Кстати о ценах. Местные огурцы с помидорами, появляясь на рынке, всегда и сразу выступают регулятором цен. Завозные зимние помидоры после этого неуклонно дешевеют в 2-3 раза. Ну а местный овощ уже через неделю обойдется вам от 8 до 10 рублей. Так что к февралю, возможно, обычные помидоры и огурцы на рынке перестанут вам казаться слишком дорогими райскими яблочками. Продолжение следует...